Лето Ивановский аэропорт отработал на отлично. Такие данные озвучил губернатор, руководитель воздушного порта региона. Рейсы были организованы в Сочи, Симферополь, Анапу. Трижды в неделю ивановцы имеют возможность летать в Санкт-Петербург. Загрузка судов высокая, до 90%. Но не время наслаждаться успехами. Перед руководством большая задача – подготовить транспортный узел к международному сообщению. Оформлен запрос на техзадания по строительству пункта пропуска через границу. Через пару месяцев, если разрешение будет получено, можно будет задуматься о реконструкции аэровокзала. Самое дорогое – это оборудование. Поставить стенки и сделать дополнительные кабинеты – это незначительный расход. А именно оборудование, которое необходимо для того, чтобы восстановить пункт пропуска – это действительно значительное вложение. Ориентировочно время для того, чтобы восстановить это от полутора лет. В среду губернатор региона встречается с представителем Росавиации Александром Нерадько. На повестке дня несколько вопросов. Основной организация – поста через границу. Уже решено, он будет временный. Пограничники приедут из Ярославля. Аэропорт с нагрузкой справится. Сейчас пропускная способность составляет 400 пассажиров в час. Есть возможность принимать самолеты с тремя сотнями людей на борту. Много есть посылов строительства различных аэропортов в Центральном федеральном округе. Я считаю это нецелесообразным, потому что с учетом расположения Ивановский куст, он как раз позволяет взять достаточно большую площадь – это Кострома, это Ярославль, это Владимир – и обеспечить необходимыми транспортными перевозками. Ждать возможности путешествовать из Иваново за границу минимум полтора года. А после при благоприятном раскладе нас ждут рейсы в Турцию, Египет, если его откроют для туристов, Европу, в первую очередь в Германию.